Заниматься любым видом рукоделия довольно сложно. На это занятие уходит много времени, оно требует сосредоточенности и терпения. Герои нашего следующего сюжета практически из любых простых вещей, которыми мы пользуемся в быту, создают настоящее творение искусства. Подробности в следующем материале выпуска. В Маевском сельском поселении есть небольшой хутор Сербин. В нем проживает более 800 человек. Несмотря на то, что хутор небольшой, в нем есть объекты социально-культурной сферы – школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детская площадка, сельский клуб. Заведующая сельским клубом Сербин Елена Черняк – человек творческий. Помимо того, что сама занимается вышивкой картин, шитьем кукол, она создала кружок для детей и обучает их этому непростому, но интересному делу. Мне очень нравятся женские портреты. Я люблю их вышивать. У меня их очень много, женских портретов. Люблю. Дам не только в шляпках, но чтобы в них душа была. То есть, когда вышиваешь, чтобы она живая была и смотрела на тебя таким вот ясными, чистыми, добрыми глазами. Ну и сам процесс очень захватывающий, такой увлекательный. То есть, я могу даже и часами сидеть, иногда даже забывать, что у меня там дома творится. Помимо вышивки картин, Елена Черняк занимается созданием кукол. Только когда вдохновение приходит, а муза её посещает во сне. Кукла мне из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя», она мне просто приснилась. Я просто видела всю технологию, как её шить прямо во сне, что я её создаю. И, в общем, утром встала и пошла собирать материал. Работами Елены Черняк можно полюбоваться в холле сельского клуба «Сербин». И не только её творениями. Местная жительница Елена Лысенко не так давно тоже стала участницей творческой выставки. Её работы выполнены в необычной технике докупаж. Она даёт практически неограниченные возможности для создания своими руками без длительной художественной подготовки уникальных предметов. К примеру, Елена из сапога сделала настольный светильник, а обычные прозрачные тарелки стали ярким украшением для дома. «Занимаюсь я этим уже четыре года. Открыла для себя через интернет, увидела, захотелось попробовать всё это. И с тех пор поглощена процессом. Постоянно что-то новенькое, постоянно какие-то тонкости, нюансы, потому что тут очень интересно всё. Состаривание изделий очень интересно. Когда берёшь в руки обычную тарелочку, потом получается старая, как будто ей 200 лет». Две Елены творческие и полны идеями женщины. Теперь их работы украшает целый зал сельского клуба. И прикоснуться к прекрасному может каждый. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.